Доплаты за рождение ребенка, бесплатные обеды в школах и удобство при проезде в общественном транспорте. Эти и многие другие вопросы были озвучены губернатором Московской области Андреем Воробьевым во время своего ежегодного обращения к жителям региона. Мы обратились к химчанам и узнали, насколько ощутимыми для них будут нововведения. Я считаю, будет очень удобно, потому что, например, когда я по Подмосковью езжу, всегда надо иметь с собой стрелку, а я стрелку не завел. У меня всегда тройка, и я всегда в Москву езжу, а еще иногда надо на 345 добраться до химок, и поэтому будет очень удобно, я считаю. Это будет намного удобнее, чем сейчас, да, очень часто попадаешь в транспорт, где не действует тройка, это, конечно, вызывает неудобство. Поэтому, если бы объединили, было бы замечательно, проще. Ну, я думаю, что удобно, а вообще-то мне все равно, я с пенсионным удостоверением езжу и сейчас уже как. И удобно, очень удобно, хочу сказать. Я думаю, что и гражданам будет удобно. С этого года вводится бесплатное питание для школьников в начальных классах. Насколько экономично это будет для родителей? Ну, я так думаю, уровень каждой семьи материальный, он разный. Вот, поэтому наверняка есть семьи такие, кому это бьют по карману. Поэтому, ну, это хорошее дело, в любом случае это будет проще для семьи. Здесь, скорее, вопрос просто принципиальный, что голова меньше будет болеть, что там ребенок у тебя сыт, мне нужно там уготовить что-то. То есть дело не в деньгах, я думаю, больше. Хотя кому-то, конечно, наверное, и тоже 12 тысяч это статья о расходах, почему нет. Тут вопрос в том, что действительно, как бы, очень странно, что в нашей стране не было еще бесплатного питания. Капитал региональный возвращается в Подмосковье, там, дополнительный 50 тысяч в 20-м. Скажется, это подспорье за семьи или не из большинства? За второго и последующего ребенка? Ну, естественно, подспорье, что за вопросы? Да, в любом случае, любые деньги всегда ощутимо. Потому что, как бы, денег не хватает, когда дети, надо все время больше и больше. Вот. Так что я думаю, что это хорошо. Не знаю, никому как. Кому-то ощутимо, кому-то маловато будет. Если, например, у семьи очень низкий доход, какой-нибудь 20 тысяч, то, в принципе, возможно, даже родить за 50 тысяч. Для них это будет какая-то ощутимая сумма. На второй как раз родился в этом году. Прямо вовремя. Конечно, лишним не будет на те же подгузники, пеленки. Они всегда пригодятся. Какие-то там вещи, которые необходимы в самом начале. Конечно, да. Почему? Лишняя копеечка. Почему нет? В этом году губернатор уделил особое внимание расширению социального блока. Прозвучала информация о грядущих изменениях. Это доплаты одиноким пенсионерам, помощь малоимущим гражданам и снижение ставки по ипотеке для семей, где родился ребенок.